В детской больнице сегодня остаются два ребенка, брат и сестра пяти и четырех лет. Малышам сегодня намного лучше и в жизни ничего не угрожает. Вот только у девочки глубокие порезы на лице, но врачи делают все возможное, чтобы у ребенка не осталось от травмы и следа, в том числе от травмы психологической. Всего в микроавтобусе, который вез на экскурсию туристов, оказалось трое несовершеннолетних. Одного ребенка госпитализировали в краевую больницу. В Краснодар на вертолете санавиации эвакуировали и женщину. В сочинских больницах остается 19 человек. Лежат пострадавшие в самых разных отделениях, в том числе в нейрохирургии. В целом все травмы у туристов характерны для ДТП, переломы, ушибы и сотрясения головного мозга. Оказался в микроавтобусе и один сочинец. У экскурсовода перелом лопаток и ключицы. Как и всем пострадавшим, Андрею Замесину глава города предложил свою помощь. Гостей города Анатолий Пахомов также заверил, что решать организационные вопросы самим, в том числе с заменой билетов и переносом брони оплаченных гостиниц, им не придется. Уверенно могу сказать, что врачи сделают все для того, чтобы как можно быстрее наши участники дорожно-транспортного происшествия выздоровели и либо продолжили отдых, который мы обязательно им предложим в городе Сочи, чтобы компенсировать все то, что не смогли отдыхать. Либо мы будем оказывать сельское содействие для того, чтобы они поехали домой. Со стороны наших больных, которые попали после дорожно-транспортного происшествия в больницу, вообще претензий нет, только благодарности врачам. Эти все вопросы мы возьмем на себя вместе с транспортной компанией, с туристической компанией. Я объяснил, что каждому из них позвонит наш сотрудник управления по курортам, уточниться по проблемам, которые могут возникнуть, и эти проблемы будем их решать. Поэтому люди успокоились. Всего после ДТП с участием автобуса и микроавтобуса с туристами был госпитализирован 21 человек. Звонок в скорую поступил в воскресенье в 8 часов 12 минут. Необходимое количество бригад скорой медицинской помощи на место происшествия прибыли в течение получаса. Мы провели тщательный анализ работы и скорой помощи, и работы приемных отделений наших стационаров. То есть те 19 бригад, которые отработали в процессе ликвидации последствий ДТП в Адлере, отработали все без замечаний, но отлично. У нас были соблюдены все стандарты оказания помощи. И в соответствии с поручением губернатора Краснодарского края, Министерством здравоохранения организована координация медицинской помощи здесь на территории города, курорта Сочи. Проверку по факту ДТП полиция еще проводит. Но по уточненным данным уже известно, что водитель микроавтобуса Мерседес, в котором находилась большая часть пострадавших, не предоставил преимущества в движении автобусу Ютонг и выехал на перекресток, после чего произошла авария с последующим опрокидыванием Мерседеса. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.